ТОП 5 ОШИБОК Здравствуйте! С вами Вяткин Александр, и это канал Команда ГОСТ+. И сегодня у нас видео из любимой вами рубрики ТОП 5 ОШИБОК. И затронем мы в нем, пожалуй, одну из самых насыщенных ошибками, мифами и заблуждениями области электромонтажа. Сборку распределительных щитов. Сегодня мы узнаем, чем опасен автомат на 25 А, что общего между байпасом и актом самосожжения, попробуем вызвать селективность при помощи магических ритуалов и узнаем, почему щит на заказ – это не лучшая идея. Кстати, в прошлом видео я уже подробно разобрал, пожалуй, базовый вопрос, когда нужно применять промышленную серию щитового оборудования, а в каких случаях можно обойтись бытовой. И этот вопрос мы сегодня поднимать уже не будем. Поэтому в первую очередь хочу попросить всех посмотреть предыдущее видео по ссылке в описании. Тем более, что помимо всего прочего, я там объявил начало конкурса для заказчиков с главным призом стоимостью в 150 тысяч рублей. К конкурсу мы, скорее всего, еще вернемся. Ну а пока приступим к главной теме. И, как я уже сказал, ошибок по этой теме так много, что одного ролика из пяти пунктов явно недостаточно. И, скорее всего, будет вторая часть, в которой мы разберем ошибки, так сказать, для чайников. Сегодня у нас на очереди анонсированы в прошлом видео ошибки именно профессиональных электриков, или, по крайней мере, называющих себя профессиональными. Поэтому у меня для вас небольшое предупреждение. В ходе этого видео вы можете внезапно узнать, что любимый вам электроблогер, которому вы верили все это время и брали с него пример, делает свою работу неправильно. Да, жизнь – боль, и я в этом не виноват. Поэтому постарайтесь воздержаться от комментирования на эмоциях, так как за оскорбление и мат у нас предусмотрен бан. Очень надеюсь на взаимопонимание, и давайте уже начнем. И начнем мы с самого простого. Пункт первый – автоматический выключатель 25 Ампер на кабель сечением 2,5 квадратных миллиметра. Эту тему уже подробно разъяснил Николай Поляков на нашем канале. Видео, если не смотрите, вы найдете в описании. Поэтому я только слегка резюмирую буквально в двух словах. Да, защищать кабель 2,5 квадрата 25 Амперным автоматом допускается, но только при соблюдении целого ряда условий, которые в квартирах и частных домах встречаются крайне редко. Но отставить такую защиту на группы штепсельных розеток категорически не допускается. И это может рано или поздно привести к выходу из строя электропроводки и ее полной замене в лучшем случае. В общем, все пункты нормативных документов, эксперименты и выводы по этому вопросу вы легко найдете в нашем видео. Поэтому давайте не будем сильно задерживаться и перейдем к следующему пункту. Пункт номер 2. Байпас на реле контроля напряжения. Еще одним очень часто встречающимся ошибочным решением является установка байпаса в обход реле контроля напряжения. Байпас это, грубо говоря, автомат в щите, который позволяет исключить из схемы реле напряжения в случае его выхода из строя. Особенно часто их стали устанавливать после выпуска целой партии бракованных реле летом 2018 года, когда буквально по всей России реле напряжения из бракованной партии массово выходили из строя. Ведь каждая такая неисправность оставляла потребителей полностью обесточенным, что заставляло его требовать срочного выезда монтажников по гарантии. И чтобы такая ситуация больше не повторилась, и заказчик мог в случае отказа реле напряжения самостоятельно вернуть питание на объекте, монтажники начали применять установку байпаса в своих электросчетах. Но подобная перестраховка это ошибочное решение и может понести за собой весьма плачевные последствия. Самое банальное это случайное включение байпаса по незнанию. Ведь все инструкции по использованию, как правило, забываются заказчикам вечером того же дня, как электрик окончательно покинул объект. Не говоря уже о том, что сам заказчик должен эти инструкции перескать всем жильцам дома или квартиры, для которых электросчет это все равно, что полностью разобранный ракетоноситель протон. Да и подробный инструктаж и обучение заказчика и всех членов его семьи может не привести к желаемому результату. Давайте представим ситуацию. В квартире установлено реле напряжения с байпасом. В то время, когда в квартире находится заказчик, в его подъезде происходит отгорание магистрального нуля. Соответственно, вследствие повышения напряжения в сети, реле напряжения отключает питание квартиры. Заказчик видит, что по показаниям вольтметра, напряжение действительно выше нормы, и срабатывание реле напряжения произошло корректно. Через некоторое время в квартирах этого подъезда, не оборудованных реле напряжения, вся бытовая техника, которая могла сгореть, сгорела. Нагрузка по фазам выровнялась, и напряжение пришло в норму, несмотря на то, что магистральный ноль отключен. Да, в трехфазной сети с нейтралью в случае равномерной нагрузки по фазам, фазное напряжение будет иметь нормальное значение даже в случае отгорания нуля. Так вот, наше реле напряжения видит, что напряжение пришло в норму, и автоматически включает нагрузку. При этом из-за вновь возникшей асимметрии напряжение снова выходит за пределы нормы. Реле напряжения снова отключает питание, вследствие чего напряжение опять стабилизируется, потом реле снова включается, и так по кругу бесконечное количество раз. Первое, что придет в голову заказчику при виде такой светомузыки и в то же время нормальных показаниях вольтметра, это то, что его реле напряжения вышло из строя. И включив байпас, заказчик собственноручно подпишет смертный приговор своей бытовой техники, для защиты которой он это реле напряжения собственно и покупал. Как видим, установка реле напряжения в данном случае была бессмысленной, так как любое обслуживание электрочета, не говоря уже о принятии решения об исключении схемы каких-либо аппаратов защиты, должно производиться только квалифицированным обслуживающим персоналом. И оставлять такие опасные игрушки заказчику недопустимо. В общем, если вам что-то непонятно, пишите в комментариях, там вам обязательно ответят. Ну а мы приступим к следующему пункту. Ну а пункт номер три у нас про селективность. Во время каждого нашего прямого эфира, как минимум хоть один раз, кто-нибудь из зрителей обязательно спрашивает нас, как соблюсти селективность защиты и что мы обо всем этом думаем. Для тех, кто не знает, селективность защиты, говоря простым языком, это способность вводных аппаратов защиты не срабатывать одновременно с групповыми, вследствие неисправности, возникшей в какой-то отдельной группе. Рассмотрим на примере автоматических выключателей. Современная электрическая схема любой квартиры или дома в обязательном порядке включает в себя как минимум один вводной автомат, обязательно устанавливаемый перед счетчиком электроэнергии, и при этом несколько групповых аппаратов защиты, установленных уже после вводного автомата, так сказать, ниже по течению. Так вот, в момент возникновения, например, короткого замыкания на одну из групп, ударный импульс тока может вызвать отключение как группового, так и вводного автоматов одновременно, тем самым обесточив всю квартиру или дом целиком. Согласитесь, приятного мало, когда из какой-то перегоревшей лампочки вы вынуждены срочно все бросить и идти в полной темноте включать вводной автомат. Не говоря уже о частном доме, где вводной автомат вместе со счетчиком висит где-то на улице, за забором на опоре, и все, что вам остается, это выбегать под дождь или метель и по уши в грязи ковыряться в щите на опоре, в который ни много ни мало приходят 380 вольт. Ну а если в момент неисправности дома никого не оказалось, и включить в одной автомат некому, то можно смело распрощаться с продуктами в холодильнике и теплом, которое дает нам автономная система отопления. И гарантированно избежать подобных неудобств и последствий можно только одним единственным способом – применением специальных селективных вводных автоматов и УЗО. Если с селективными устройствами защитного отключения все более-менее разобрались, то с селективностью автоматических выключателей у большинства электриков и домашних проектировщиков возникают большие проблемы. Каких только изощренных способов пустую потратить деньги заказчиков не напридумывали электрики ради достижения мнимой селективности защиты, которую в итоге так и не удается получить. И несмотря на всю банальную простоту решения проблемы, которую я описал выше, люди по незнанию прибегают к электрощитовой алхимии и шаманизму с время-токовой характеристикой автоматов и их, что еще интереснее, отключающей способностью. Давайте разберемся сначала с время-токовой характеристикой. Время-токовая характеристика, в двух словах, это характеристика, определяющая, при каком токе и за какое время отключится автоматический выключатель. Так, например, автомат с характеристикой B должен сработать без задержки времени при токе, равном от 3 до 5 номинальных значений, C от 5 до 10, а характеристика D от 10 до 20 номиналов. И на первый взгляд может показаться, что применяя разные характеристики, мы можем обеспечить селективность за счет разного быстродействия названных выше устройств. Но реальность вносит свои коррективы. Дело в том, что величина токов короткого замыкания никоим образом не зависит от характеристик автомата. Это естественная, так сказать, природная величина. И зависит она от отдаленности и мощности трансформаторной подстанции, напряжения, длины и сечения питающей линии и так далее и тому подобное. То есть ударный ток короткого замыкания, проще говоря, стремится к бесконечности в пределах величины, которую может выдать питающая линия. Еще проще, если ток КЗ достиг величины свыше 10 номинальных значений в одного автомата, то будь он хоть B, хоть D характеристики, он сработает мгновенно и одновременно с групповым автоматом, который тоже может быть с любым номиналом и характеристикой. Более того, даже разница номиналов между узлом с отсечкой 30 мА и автоматом C на 63 А при токе замыкания, к примеру, в 1 кА, приведет к мгновенному отключению обоих устройств одновременно. И тут лучше мы все посмотрим на наглядном примере. Итак, мы имеем следующий набор аппаратов защиты. Групповое УЗО с током утечки 30 мА. Групповой автоматический выключатель 10 А с характеристикой B. Вводное противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Вводное автоматический выключатель на 63 А с характеристикой C. Т ifенами могут быть 150 мА. Как видим, при нормальных значениях токов КЗ сработали и ввод, и групповые автоматы одновременно. Давайте теперь инициируем замыкание на землю и проверим, сможет ли групповое УЗО изменить положение. Как видим, даже разница номиналов в 210 раз, и быстродействие УЗО для селективности защиты недостаточно. Как видим, при хороших показателях петли фазы ноли токов КЗ, добиться селективности при помощи разности характеристик автоматов невозможно. Другое дело, когда токи КЗ наоборот низкие, например, в устаревшей сети, с уставшим трансформатором, при большой отдаленности от него объекта и так далее. Тогда разница время токовых характеристик действительно может обеспечить селективность. Но! В таком случае может не обеспечиться безопасное время срабатывания в одного автомата, и он попросту не будет выполнять свою функцию. Да и как только питающая сеть будет модернизирована, вся эта небезопасная случайная селективность снова испарится. Но не все так безнадежно. Нам остается частичная селективность при превышении нагрузки на автомат. То есть, когда потребление на группе превышает номинальный ток. Но, во-первых, при правильном разбитии на группы и нормальной эксплуатации электропроводки перегрузки встречаются довольно редко. А во-вторых, такая селективность достигается всего-навсего разностью номиналов, подключенных под следовательным устройством. И время токовой характеристики тут не играет практически никакой роли, так как кривая срабатывания биметаллической пластины, отвечающая за перегрузку, у всех характеристик одинаковая. И если заблуждение насчет зависимости селективности от время токовой характеристики как-то можно объяснить логически, то вот откуда некоторые берут привязку селективности к максимальной отключающей способности автоматов, для меня лично загадка. Некоторые монтажники действительно верят, что если поставить в одной автомат, к примеру, рассчитанный на 10 тысяч ампер, а групповой на 4,5 тысячи, то они по какому-то чудесному принципу будут работать селективно. Отключающая способность – это только способность автомата отключиться при ударных токах короткого замыкания, которые могут достигать и нескольких тысяч ампер. Принцип возникновения токов короткого замыкания я как раз-таки описал чуть выше. Ну так вот, отключающая способность не имеет абсолютно никакого отношения к времени срабатывания автомата. От слова совсем, я не думаю, что тут нужно еще что-то подробно объяснять. Но несмотря на всю объемность и сложность этого пункта, погоню за селективностью при помощи описанных мной оккультных методов, как правило, не приводит к таким тяжким последствиям, как остальные пункты этого видео. В основном страдает кошелек заказчика, так как характеристики B, D и автоматы с повышенной отключающей способностью стоят гораздо дороже. Ну и, соответственно, страдают неоправданные ожидания заказчика, что при коротком замыкании ему не придется лезть под напряжение в грязь и темноту. И весь сыр-бур происходит только потому, что настоящие селективные автоматы стоят очень дорого. Их нигде нет в наличии, а только под заказ. Выпускают их очень немногие производители. Ну и об их существовании многие монтажники просто не знают. И поэтому у меня есть обращение ко всем производителям, которые смотрят это видео. Сделайте уже, пожалуйста, бюджетный, доступный и раскрученный селективный автомат. Очень надо. Правда. Ну и давайте следующий пункт. Пункт номер 4. Навороченный щит при плохих методах прокладки. Одно из самых опасных заблуждений это то, что при использовании более навороченных аппаратов защиты можно пренебречь требованиями нормативных документов относительно методов прокладки кабелей. Особенно часто я читаю подобные комментарии под видеороликами об электропроводках в деревянных домах. Дескать, я поставил себе автоматы с характеристикой B, УЗО типа А, и мне теперь можно не использовать металлические трубы в деревянном доме. Автоматика сработает и защитит меня от пожара. Вся суть этого заблуждения в том, что люди путают причину и следствие, ровно как и назначение описанных выше приборов. Уважаемые зрители, запомните навсегда, не существует в природе автомата, который предсказывает замыкание заранее. Сначала происходит замыкание с образованием искр, выделение тепла и так далее, а уже только потом срабатывает автомат. Если от момента замыкания до момента отключения автомата произошло возгорание, вас уже ничто не спасет. И именно в этот промежуток времени и приходят на выручку металлические трубы с локализационной способностью, глухие короба и слои несгораемого материала, если речь, например, идет о деревянном доме. То же касается противопожарных УЗО и УЗО типа А, ведь при замыкании на землю, опять же, мы имеем абсолютно тот же эффект, как и при коротком замыкании на ноль, который я только что описал. Исключение составляет лишь случай, когда ток утечки либо слишком мал, чтобы выделить достаточное количество тепла, например, когда утечка на заземленную часть происходит при большом переходном сопротивлении, либо когда утечка нарастает постепенно, когда утечка вызвана старением изоляции. Только в таких случаях УЗО может выполнить свою противопожарную функцию. В случае же, повторюсь, полноценного замыкания на землю произойдет эффект, описанный чуть выше в пункте про селективность. Но УЗО типа А вообще не имеет абсолютно никакого отношения к безопасности именно самой электропроводки. Они созданы для защиты от утечек, создаваемых импульсными блоками питания бытовой техники. И от места подключения кабеля к защитному аппарату до места ввода питающего шнура в корпус, например, стиральной машины, с точки зрения пожарной безопасности, нет абсолютно никакой разницы, какой тип устройства у вас установлен. Хоть А, хоть Б, хоть АС, хоть Ф. Считаю также нужным упомянуть, что есть ряд неисправностей, распознать которые не в состоянии ни один аппарат защиты, такие как, например, локальный нагрев ослабшего соединения где-то на отдалении от щита. Даже многообещающие устройства защиты от дугового пробоя не в состоянии определить раскалившееся докрасно соединение до тех пор, пока контакт окончательно не разрушится и не образуется дуга. В общем, как видим, все существующие на сегодняшний день аппараты защиты работают постфактум, и безопасная во всех отношениях электропроводка может быть обустроена только при применении всего комплекса мер, предписанных нормативными документами. Автомат не гарантирует защиту от пожара, если нарушены требования по прокладке кабелей. УЗО может не спасти от смерти во влажном помещении без системы уравненными потенциалов даже с новой абсолютно исправной электропроводкой. А неправильно установленные устройства защиты от импульсных перенапряжений либо бесполезны, либо сами могут стать причиной пожара и так далее и тому подобное. И тут мы плавно подходим к последнему пункту этому видео к сборке щитов на заказ. На сегодняшний день среди заказчиков очень популярно мнение, что заказав сборку качественного электрощита, собранного по последнему писку электротехнической моды, можно сильно сэкономить на остальных монтажных работах, наняв монтажников подешевле. Должен вас расстроить. Нельзя. Вместо ожидаемого экономического эффекта вы рискуете получить только дополнительные проблемы. И что еще хуже, вы можете стать участником процессов, описанных мной в предыдущем пункте. И я предлагаю подробно разобраться в этом вопросе. Дело в том, что собранный электрощит это не конечный продукт, а так скажем полуфабрикат, который в принципе в отрыве от остального монтажа существовать не может. В предыдущем пункте мы разобрались, что электробезопасность это комплекс мер, как по сборке электрощита, так и по методам прокладки кабелей и их соединения, не говоря уже о правильности подбора материалов по условиям эксплуатации. Все эти составляющие друг без друга по отдельности обеспечить должный уровень работоспособности не могут. И в случае низкокачественного монтажа электрический щит, будь он хоть трижды правильно собран, ничего вам не гарантирует. Даже наоборот, если вы купили где-то щит на заказ, будьте уверены, что шансы пригласить адекватных монтажников для проведения всего остального монтажа у вас резко снижаются. За примером тут далеко ходить не надо, пример прямо перед вами. Мы не берем объекты, где часть работ, например электрочит, сделаны кем-то кроме нас. И большинство монтажников, которые я знаю, поступают точно так же. Дело в том, что, во-первых, на свою работу мы должны предоставить гарантию. Ну а как мы можем гарантировать работу системы, часть которой сделана третьими лицами? Давайте для примера. Для установки большинства электрочитов необходимо, во-первых, изъять раму с установленным оборудованием и подключенными шинами. Затем установить бокс непосредственно на стену, завести и разделать кабели, смонтировать раму с шинами обратно и только после этого подключать отходящие группы. Как видим, в процессе щит подвергается частичной разборке. Не говоря уже о том, что установленные вне рамы нулевые заземляющие шины свободно болтаются в процессе монтажа. И по-хорошему должны бы быть отсоединены на это время, чтобы не мешаться. И ничего не гарантирует, что в процессе монтажа какой-то из зажимов не ослабнет и позднее не отгорит, если, конечно, его затяжку вообще не пропустили при сборке. И в случае последующего отгорания какого-либо из проводников монтажники скажут, что его не докрутили при сборке, а сборщики скажут, что это монтажник, и его отсоединяли и не прикрутили обратно как следует. И найти виноватого в такой ситуации просто невозможно. Все стороны конфликта будут валить друг на друга до последнего, а пострадавшим по итогу все равно окажется заказчик. Во-вторых, наличие у сборщиков различных сертификатов, приборов и дорогого инструмента никоим образом не гарантируют отсутствие ошибок и неправильного подбора аппаратов защиты. Ведь проектирование счета, как правило, производится без наличия общего проекта ИОМ и даже без выезда на объект. Для того, чтобы правильно подобрать номиналы, типы и количество аппаратов защиты, необходим целый список исходных данных, которые среднестатистический заказчик просто не в состоянии предоставить, и для которых в идеале необходим качественный и полноценный проект электроснабжения. Кстати, видео о проектах вы можете найти в описании. Если для какой-нибудь небольшой квартиры при каком-нибудь типовом и ненасыщенном монтаже еще и можно худо-бедно спроектировать щит дистанционно, то если речь идет о частном доме, то про сборку счета без полноценного проекта лучше забыть. Ведь для компоновки счета для частного дома нам необходимо знать все, начиная с типа, полной мощности и оборудования трансформаторной подстанции разрядниками, и заканчивая общей протяженностью и типом кабелей на каждой группе в доме по отдельности. Ведь без определения параметров петли фазы 0, токов КЗ, величины естественных утечек и тому подобного, даже при условии правильного проведения остальных электромонтажных работ, выбор подходящего оборудования это всего лишь вопрос везения. Как вы думаете, стоит ли испытывать удачу, ставя на кон жизни проживающей в доме семьи? Я думаю, ответ очевиден. Исходя из всего вышесказанного, у вас могут возникнуть два закономерных вопроса. Означает ли это, что команда Госплюс никогда не собирает щиты на заказ? И как же промышленный монтаж, где сборка электрощитов осуществляется отдельными организациями? Неужели вся промка сделана неправильно? Нет, разумеется. Мы собираем щиты на заказ. Ведь это достаточно приятная и высокооплачиваемая работа. Грех от нее отказываться. Но! Существует целый ряд условий, без соблюдения которых мы вынуждены от сборок все-таки отказываться. Во-первых, это наличие проекта, содержащего все необходимые для нас данные. Вариант из разряда «Алло, у меня тут две розетки, там две лампочки, кофеварка и стиралка, соберите мне щит» нами не рассматривается. Во-вторых, щит на заказ, в нашем понимании, не может существовать без ряда клеммников для подключения отходящих групп. Его компоновка должна быть таковой, чтобы исключить отдельные элементы, не устанавливаемые на общую раму и болтающиеся в воздухе при установке. Клеммные колодки – это, так скажем, граница разделения ответственности между нами и монтажниками, подключающими этот щит. И только их применение может хоть как-то оградить сборку от вмешательства в нее сторонних монтажников. И ввиду применения клеммников будьте готовы к тому, что помимо обвязки вам придется оплатить также и подключение нами отходящих групп, ввиду чего стоимость сборки щита будет практически равна стоимости установки при монтаже на объекте под ключ. Ну и последнее – это то, что мы можем предложить сборку щита только для тех объектов, на которых очень трудно найти специалистов, например, в отдаленном или небольшом городе, то есть в безвыходной ситуации. В тех случаях, когда в вашем городе проблем с нормальными монтажниками не наблюдается, сборка щита на заказ далеко не лучший вариант. И экономия, если и будет, то потом она все равно может обойтись вам гораздо дороже, как я говорил в начале пункта. Что же касается промышленного сектора, то там все перечисленные условия соблюдаются в еще большей мере. То есть изначально в проектной организации осуществляется проектирование объекта целиком, включая щиты и все необходимые расчеты. При этом все действия как монтажных организаций, так и сборочных цехов в обязательном порядке согласованы и проходит общий контроль. Да и блочная система подключения с использованием описанных мной клеммных колодок там применяется очень широко. Вот такое объемное видео у нас сегодня вышло, и несмотря на это мы пробежались по пунктам довольно поверхностно. К каждому из них есть еще что добавить, и по каждому из них можно снять еще хоть целое отдельное видео с более подробным описанием. Поэтому обязательно напишите в комментариях, какая тема для вас наиболее интересна. И на самый часто упоминаемый пункт мы постараемся снять отдельный видеоролик. Также у многих может возникнуть вопрос, дескать, вы тут рассказываете, как делать не надо, а расскажите уже, как все-таки собрать щит правильно. И у меня есть для вас хорошие новости. Ведь мы планируем сборку идеального щита для квартиры, который впоследствии мы очень подробно опишем во всех деталях. Ведь в наших сборках нет случайных решений. И что еще более важно, мы проводим акцию, в ходе которой все используемое нами оборудование для сборки этого щита на сумму свыше 150 тысяч рублей мы просто подарим одному из заказчиков. А всем остальным участникам розыгрыша мы подарим большие скидки и бонусы от нашей команды. Все подробные правила этого розыгрыша вы можете найти в предыдущем видео и по ссылкам в описании. А нас впереди ждет еще видео топ-5 щитовых ошибок, но уже, так сказать, для чайников, где мы рассмотрим ошибки уже более простые, которые сможет определить на глаз любой заказчик самостоятельно. И чем популярнее будет этот видеоролик, тем быстрее выйдет следующий. Поэтому, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Также переходите в нашу группу ВКонтакте, где вы сможете посмотреть примеры проделанных нами работ и почитать интересные статьи и заметки по теме. Ну и, собственно, спасибо за внимание и безопасного вам электричества. С вами был Вяткин Александр, команда ГОСТ Плюс. Субтитры сделал DimaTorzok